всем шалом сегодня нам с вами предстоит поварковать на удивительную и неоднозначную тему можно сказать как эта тема краеугольный камушек современном аудиопроизводстве эта тема внешний клок генератора ведь сегодня у нас на обзорном столе или в обзорном рэйке я уж не знаю как правильно сказать клок генератор от компании антилопа аудио которая называется ten mx это флагманская модель клок генератора самый современный классный модный молодежный и актуальный но сперва немножко теории я подумал что кто-то из вас может не знать что такое вообще клок генератор почему он нужен что это за часы в студии почему нельзя без него обходиться и так со временем пока развивалась звукозапись стали появляться знакомые уже нам всем цифровые устройства цифровые устройства характерны тем что оперируют звуком в цифровых форматах и как правило для того чтобы сэмплировать звук чтобы его оцифровывать цифровому устройству нужна тактовая частота грубо говоря это количество сэмплов в секунду количество так называемых выборок как некоторые говорят в общем частота с которой прибор оцифровывает сигнал именно это и называется частота дискретизации или в английской терминологии сэмпл рейд само собой если у вас в одной системе есть несколько разных цифровых устройств то все они должны работать от одного клок генератора иначе если они будут работать каждый от своего собственного клок генератора начнут возникать различные артефакты ошибки проблемы щелчки джиттер и прочее 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 чтобы этого избежать человечество создало внешние клок генераторы сразу скажу что никто не создавал клок генераторы чтобы привнести какую-то магическую окраску в звучание клок генератор это совершенно утилитарный прибор который призван сгенерировать тактовую частоту и раздать ее на максимальное количество устройств поэтому у большинства современных высококлассных клок генераторов есть различные выходы на задней панели которые позволяют отдать сигнал по протоколам как например в случае tnmx по протоколам aes spdiv либо обычный word clock сигнал либо как в случае с tnmx 10 мегагерцовый высокоточный clock сигнал не суть важно суть в том что на задней панели есть много много выходов которые позволяют подсоединить все наши цифровые устройства к одному скажем так хабу который генерирует тактовую частоту но как вы можете знать интернет общественность да и вообще звукорежиссерская музыкальная общественность разделилась на несколько лагерей одни кричат что внешний клок генератор делает звук таким как они никогда не слышали все просто потрясающе вторые говорят что фу дескать любой цифровой прибор лучше работает со своим встроенным клоком и все это бредни и таких тоже как бы легион третий вообще не знает что такое внешний клок генератор просто видели у кого-то на студии себе купили я в разное время принадлежал к разным группам людей и по-разному относился к этим вопросам поэтому сегодня я не хочу давать эту твердую оценку и говорить используйте только такой генератор или используйте никакой генератор или используйте не знаю встроенный генератор вашей звуковой карты разные бывают обстоятельства и разные производственные ситуации например не будем показывать пальцем но некоторые производители делают цифровые устройства которые вы прекрасно знаете которые принимают сигнал со входа для внешнего word clock сигнала а затем используют его как референс для того чтобы своим встроенным клок генератором регенерировать ту тактовую частоту которую получили на входе поняли о чем я получается что если у вас есть такой девайс и вы купили к нему за 7000 долларов клок генератор и заклочили свой девайс от такого генератора этот генератор никак не повлияет на звук но в том случае если прибор способен принимать внешний как сигнал и работать от него тогда и начинается самое большое веселье потому что в зависимости от того какой генератор тактовой частоты мы используем наш звук по разному оцифровывается расцифровывается а это уже напрямую влияет на то что мы с вами слышим и записываем само собой качество клок генератора не способна изменить то что происходит внутри рабочей станции при работе полностью в коробке но как только мы с вами начинаем выходить в аналог или используя какие-то внешние приборы качество клок генератора также как и качество оцифровщиков ну а d и да преобразователей начинает влиять на результат поэтому исключать клок из цепочки ну в общем из цепочки анализа нельзя tenmx это флагманский клок генератор в линейке антилоп аудио который называется рубидиум atomic clock рубидиевые атомные часы если честно корнями вот куда это все уходит я использую разные устройства и по-разному в разное время относился к внешним клоком но недавно попробовал антилоповский ocx hd и хотя я был прямо скажем скептически настроен я включил его послушал и мне почему-то понравилось я перешел на этот клок и тогда я подумал интересно как же звучит tenmx за 7000 долларов и сегодня мы с вами его послушаем и каждый из вас сделать самостоятельные выводы а я с вами поделюсь выводами которые сделал я и мои коллеги и так tenmx представляет собой 1 юнитовый прибор в красивом харизматичном корпусе он довольно тяжелый на лицевой панели нет практически ничего лишнего да и не лишнего в целом тоже мало там есть кнопка включения питания логотип и приятная крутилочка при помощи которой мы можем переключать частоту дискретизации поддерживаемые частоты дискретизации от 32 килогерц не знаю правда для чего до 768 килогерц вау вот это sample rate подумал я сколько нужно жестких дисков и так этот на юнитовый прибор который позволяет питать своим высококлассным клоком любые цифровые сигналы но по словам производителей самое интересное кроется внутри где в специальной печи но в общем это маленькая капсула которая нагревается до определенной температуры и в ней начинают атомы рубить и как-то колебаться что дает нам тактовую частоту супер высокой точности с очень низкой погрешностью что влияет соответственно на джиттер и другие полезные и не полезные характеристики нашей цифровой системы можно бесконечно спорить о том хорошо ли использовать внешний клок или нет тем не менее однозначно высококлассный клок лучше чем низкоклассный клок поэтому все очень сильно зависит от того в каких именно обстоятельствах находитесь вы и какой в данный момент вы используете цифровое устройство результаты взаимодействия с внешними клок генераторами могут быть самыми разными поэтому тут конечно трудно говорить о том будет это хорошо или плохо но определенно стоит попробовать само собой для этого генератора существует отдельное приложение вы подключаете его по юсб к вашему компьютеру и можете переключать sample rate а также управлять яркостью фронтальной панели для тех кому это необходимо на задней панели представлены 4 выхода word clock 10 выходов atomic clock 2 а с выхода 2 spdiv выхода ну и само собой word clock вход на случай если вы хотите заклочить свой классный ten mx от еще какого-нибудь классного клок производитель также говорит что в ten mx интегрирована технология джиттер менеджмента от знаменитого кол генератора тринити который многие у нас используют на разных студиях мы с вами увидели мне кажется и на мосфильме и на синелабе если мне память не изменяет но в общем такая популярная железка в отличие от трех юнитового тринити этот девайс одноюнитовый и генерирует ну лишь один сигнал тактовой частоты но может раздавать в на большое большое количество приборов что конечно применимо в современных ну вот таких продакшен пространствах типа как тут у меня еще одна штука которую стоит помнить подобные клок генераторы требует некоторого времени чтобы прогреться и это действительно правда вы могли это замечать и в других мастер-конвертерах например тех же самых приборах от crane song или в приборах от лаври который в общем-то славится высококлассными конвертерами хорошим клоком что же касается моего мнения ведь я вам обещал его раскрыть я сегодня был приятно удивлен мне надо поработать и попробовать повозиться с этим подольше тем не менее у меня при использовании клока из 10 м x возникли исключительно положительные ощущения при том что я с большим скепсисом отношусь к внешним клок генератором и слушал разные рубите вы клоки и обычно не был доволен результатом по тем или иным причинам сегодня я в общем вопреки своему собственному скепсису был очень приятно удивлен так же как и все наши домочадцы местные знакомые вам ну и само собой время немножко пояснить что же мы с вами будем слушать мы возьмем несколько разных лупов чтобы к нам не придрался youtube по авторским правам и сделаем так называемый loopback тест мы выпустим сигнал в аналоговый мир и запишем обратно в цифровой само собой в одном из вариантов конвертеры будут заклочены от внешнего клок генератора в другом от внутреннего встроенного клок генератора а так мы сделаем с разными группами сэмплов на экране вы будете видеть буквенное обозначение и номер примера советую вам зайти в комментарии и писать где и что вам больше понравилось чтобы спустя некоторое время узнать что же кроется за буквами а и б в этом тесте я думаю что нам всем будет интересно и наконец мы с вами узнаем насколько в выгодном свете представляет музыку использование высококлассного клок генератора на этом все друзья приятного прослушивания и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok